друзья всем привет сегодня будем обозревать panasonic или телефон мобильный и это интересно для меня телефон тоже потому что разница в цене в отличие вот а этого телефона в четыре раза он дороже от этого в 2 получается то есть соответственно этот телефон у нас стоит почти 3000 рублей оба то есть все эти телефоны кнопочные но на эти я делал обзор предыдущих видео да кто не смотрел можете посмотреть но разница колоссальная мне интересно чем же тут так сильно отличается телефон кнопочный от кнопочных тех же потому почему он настолько стоит дороже то есть этот ну условно 700 рублей этот 2 700 разница ощутима да давайте-ка просто вместе с вами и посмотрим значит что же здесь такого интересного в этом телефоне коробка у него надо сказать что вот в стиле panasonic даже вот коробки напоминают мне знаете вот есть стационарные телефоны panasonic до домашние похожая коробка только там побольше кстати смотрите здесь у них тоже вот так вот в каком телефоне то у меня полону в гигме было да в гигме по моему точно такое же расположение коробки было сейчас посмотрим да видите здесь смотрите короче то же самое видите также сделали ну просто такая схожесть дальше зарядка микро юсб на ней даже не написано panasonic очень странно вот тут какая-то надпись есть ну короче на зарядке не написано что она panasonic это конечно позорно для фирмы panasonic потому что вот раньше то как раз таки даже на стационарных телефонах по моему если не ошибаюсь я кстати где то есть он там panasonic на зарядке написано это я точно помню так ну ладно давайте посмотрим аккумулятор по традиции они все лежат отдельно и он на 1000 миллиампер что ж дальше у нас тут очень много очень много бумажек сразу видно на что ушли все деньги вот сколько тут гарантия и все прочее так ну чё ж приступим к телефону так телефон у нас не маленький надо сказать толстенький нравится мне как сделаны кнопки они очень приятно нажимаются и чувствуется тактильно очень приятно так сверху я так понимаю это у нас фонарик тут камера есть динамик довольно таки такой много отверстий наверно кромка звучит так это какая-то кнопка видимо фонарик это включается отдельно был у меня digma кто помнит такой я так и видел назвал царь телефон мне он чем понравился тем то что у него три симки были огромный аккумулятор и фонарик включался вот так сбоку независимо от того включен ли телефон или нет даже при выключенном телефоне там фонарик включался автономно от телефона то есть напрямую от аккумулятора он там работал надо сказать что в отличие от тех телефонах до предыдущих вот на которые я делал обзор здесь можно крышку снять легко пальчиком и это радует конечно уже за это можно дать плюс дальше что я заметил смотрите здесь такая сетка сделана и под этой сеткой хорошо видно механизм динамики то есть видно что там внутри находится вот если разглядеть можно так вот смотрите видите там такая сетка под сеткой такие вот пластиковые какие-то вот такие вот защитные палки какие-то стоят интересные и там уже дальше динамик значит карта памяти две симки на на так давайте-ка мне уже не терпится включить вставить аккумулятор ну и включить его так смогу я без крышки то включить так как он включается панасоник слышали да музыка какая заработала звук такой ну не могу сказать что он раздражает необычный звук такого я не слышал какой-то особенный звук панасоник видно предлагает вставьте sim карту надо сказать дисплей очень четкий хороший мне нравится общение смартфон выходит смартфон телефон выглядит не стыдно надо сказать отличается он конечно по вот от тех же да вот так сетов а дигмы отличается даже по внешности видно что это более дорогой у телефон более такой солидный но надо сказать что все равно ляпается он и дисплей ляпается но надо сказать что крышка здесь матовая и она не ляпается но дисплей у них у всех ляпается конечно это минус кнопочки приятно нажимаются кнопки большие здесь тоже все приятно начнут не вот такие кнопки больше всего нравится они большие пальцы не промажут и все видно и буквы видны и цифры видны в общем и нажимаются четко в общем мне нравится нравится дисплей очень четкий яркий сочный bluetooth тут есть мое устройство так именно даже есть но вообще выглядит очень неплохо так диспетчер нету файлов я почитал немножко отзывы про него и люди в основном жалуются только как правило на то что у этого телефона нельзя по мелодию поменять на sms но это мне кажется смешно люди так на это жаловаться зачем вам вообще мелодии на sms менять и то есть тут они сейчас посмотрим это конечно хочу посмотреть камеру какая здесь можно и видео снимать в mp4 что неплохо и камера так видите даже есть даже есть здесь короче карта внутренняя память внутренняя память есть что можем короче сохранить фотографию можно отослать можно удалить но можно что-то сфоткать можно что-то сфоткать и даже сразу отослать включить видео можно сделать так ведь для видео уже нужна карта памяти нам то есть памяти все-таки нам хватит только для того чтобы сфотографировать интересно так что тут еще есть настройки камеры вот есть звук можно поменять так контрастность средняя низкая высокая средняя мерцание режим авто таймер есть даже непрерывная съемка даже есть удивительно для такого телефона я бы сказал это совсем неплохо даже более чем видно на что ушли эти деньги так журнал звонков пропущенные исходящие таймеры вызовы тут есть запись разговоров я прочитал значит прочитал я в отзывах тоже что люди пишут тут уже можно записывать разговоры знаю для кого-то это важно поэтому я вот на это внимание обращаю просто меня часто в комментариях под обзорами таких кнопочных телефонах спрашивают а если запись разговоров знаете я этой функции вообще не пользуюсь и даже на смартфонах и нет вообще ну то есть я на это не обращаю внимание мне это неинтересно а некоторым людям это интересно знаю что они там записывают так давайте боксман ну короче здесь есть можно записывать запись игра боксман тут есть какая-то это напоминает мне бомбочки что так не совсем понятно что тут надо делать может узнает короче ну короче вы все видели я не понял юмора как и в нее играть ну короче вот такая тут игра есть по моему какой-то каком-то телефоне были была змейка была гонка мне они больше кто понравились чем вот это вот так настройки профилем общий без звука совещание на улице так а тут можно еще чуть посмотреть настроить тип оповещения только звонок повторяющий мелодия звонка вон сколько тут не воде так джингу бен даже есть ну короче звонков тут предостаточно громко звонков тоже можем короче так как вот так так сообщение мелодии 3 вот 5 5 мелодий ну вот короче тут целых 5 мелодий на сообщение люди жалуются что там кто-то писал всего три но тут на самом деле их 5 и их можно менять не знаю жалуются писать вот негативный отзыв на то что здесь нельзя поменять мелодии на сообщение на какие-то видно кто-то хочет свои поставить личные какие-то ну короче ну это мне кажется это бред какой-то вас пути так клик клавиатура можно отключить звук без звука поставить правда вот я нажимаю звук то все равно есть не совсем понятно что она отключает а клавиатура то здесь все правильно громкость так громкость сигнала клавиатуры она даже клавиатуры мы можем короче здесь видите можно им поменять и громкость клавиатуры и так отключите и вообще но слушайте принципе мне тут нравится это больше чем вот предыдущих телефонах в дигме и в тексике больше функций экран хороший то есть и грех жаловаться то есть не знаю че люди жалуются так сервисы инструменты sim на симку я не вставил здесь короче видите еще браузер есть возможно можно в интернет зайти калькулятор здесь вот такой вот календарь нормально видно все будильник будильников раз два пять штук тоже тут все по 5 я так смотрю кроме мелодии мелодии здесь на на этот самый какого на звонок побольше там даже не знаю штук 15 но сами видели так мультимедиа запись видео видео плеер диктофона fm радио fm радио fm радио работает без гарнитуры видите звук идет надо но слушать я думаю так отключил можно радио слушать без наушников это хорошо это всегда плюс так аудио пвр ну тоже для аудио нужно уже карту памяти сюда вставлять можно сделать по группам контакты ну наверное все да тут и может все посмотрели все что можно настройки безопасности защиты блокировка настройки телефона авто внабление времени тут короче а подсветка там чё там еще было подсветка экрана подсветка экрана можно настроить это обычная функция клавиши навигации вверх вниз ахо видите можно тут даже изменить еще вот эти клавиши навигации видите вправо влево и вверх видите тут короче можно поменять поставить что вам надо что тоже удобно на мой взгляд что ж вот такой вот телефон не знаю две семьсот он стоит стоит он этих денег или нет решать каждому конечно вам в крайнем случае решать что этого покупать или нет но однозначно я могу сказать что этот телефон мне больше понравился чем однозначно чем этот тексет и чем это дигма даже хотя у дигма и побольше ну примерно тогда такой же на самом деле экран но по функционалу короче все таки вот этот более приятный более приятные кнопки у него не знаю мне вот он больше зашел реально больше зашел и камера у него принципе хоть и совсем слабенькая но что-то разглядеть на ней можно принципе не стыдный телефон совсем не стыдный вот ну что ж друзья на этом все всем спасибо за просмотр всем пока